Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о наследственных спорах. И в наследственных спорах, как и в любых спорах об имуществе, конечно же, мелочей не бывает. Поэтому, дорогие друзья, если уж вам пришлось бороться за те или иные дела соответствующим образом, конечно же, в любом случае вы должны понимать, что есть несколько оснований, по которым вы можете вступить в наследство. К примеру, если вы пропустили срок для вступления в наследство, а иные наследники уже оформили, а основания для вступления в наследство были уважительными и пропуск, то соответствующим образом всегда можно в судебном порядке приобрести право на наследство путем признания такого права в судебном порядке. Вот, дорогие друзья, перед тем, как мы об этом поговорим, напоминаю, что если вам необходимо составление исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб по этому вопросу, пожалуйста, обращайтесь. Итак, дорогие друзья, очень часто бывает, что лица по тем или иным основаниям, которые стали наследниками, либо в силу загруженности, либо в силу того, что им было неизвестно о факте смерти наследодателя, либо по иным причинам, вследствие проживания за границей, либо отсутствие по постоянному месту жительства по тем или иным причинам, они не попадают в число наследников, которые вовремя подали документы о вступлении в наследство. Либо документы были поданы с такими недостатками, которые делают невозможным выдачу свидетельства о праве на наследство. В таком случае, конечно же, дорогие друзья, нотариус отказывает выдачи свидетельства о праве на наследство и уведомляет соответствующую сторону о том, что она может вступить в наследство в судебном порядке, подав соответствующий иск. Кто будет ответчиком по такому иску? Верховный суд нам разъясняет, что в таких случаях у нас ответчиками по иску будут те лица, которые уже оформили соответствующим образом право на наследство, получив свидетельство о праве на наследство в установленном законом порядке. Поэтому, дорогие друзья, вот на эти моменты, пожалуйста, обращайте внимание. В обязательном порядке в качестве третьего лица следует привлекать нотариуса. При этом, дорогие друзья, обязательно проверяйте правильность действий нотариуса на соответствие законам, то есть основам законодательства о нотариате, соответствующим нормативным актам Нотариальной Палаты Российской Федерации и так далее. И, конечно же, дорогие друзья, принимайте все меры для установления полного массива наследственного имущества. Если приходится идти в апелляцию или в касацию и составлять апелляционную или касационную жалобу по этим вопросам, всегда обращайте внимание на несколько элементов. И основной элемент это полнота, правильность проведенного судебного рассмотрения в соответствии с требованиям процессуального закона прежде всего. И, конечно же, начало-начал это проведение подготовки к судебному разбирательству. Это один из важнейших элементов. И вот уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству смотрите, чтобы подготовка была в полном соответствии с законом и с позициями высших судебных инстанций, поскольку по этим вопросам отдельный пленум. Конечно же, необходимо обращать внимание на полноту исследования и оценку доказательств по делу, которые свидетельствуют о вашей правоте. Если этого сделано не было, то соответствующим образом это уже основание для внесения либо апелляционной, либо касационной жалобы. И, конечно же, дорогие друзья, смотрите на законность и правильность позиции тех наследников, которые уже вступили в права наследования. Вот это, дорогие друзья, те основные моменты, на которые следует обращать внимание. Если вы видите ущербность в них, либо неправильное установление фактических обстоятельств дела со стороны суда при решении данного вопроса, конечно же, это тоже основание для апелляционного или касационного рассмотрения. Вот это, дорогие друзья, те основные моменты, на которые следует обращать внимание. Но разговор не окончен, мы его продолжим. Тема глубокая, тема интересная и очень важная. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Если есть вопросы подобного рода, пожалуйста, обращайтесь. Поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб и иных документов, в том числе проконсультируем. Удачи в делах. Счастливо. Продолжение следует. Продолжение следует.